НЛО над головами НЛО над головами Так выглядит рабочее место оператора ситуационного центра, отвечающего за безопасность полетов Фото автора Анатолий Журин Все статьи автора Из номера 027 за 19 апреля 2019 года опубликована полночь 3.19 апреля 2019 года Версия для печати отправить по почте Толкущиеся в воздухе армада разнообразнейших летательных аппаратов Все чаще это выписывает кренделя над головами без всякого учета и контроля Ох и тесен нынче пятый океан В воздухе одновременно находятся десятки тысяч самолетов и вертолетов На оживленных авиатрассах тоже Представьте, пробки, как на бульварном кольце столица в час пик А счет больших и малых беспилотников уже идет на сотни тысяч И все чаще эта армада выписывает кренделя над головами без всякого учета и контроля Неслучайный КАО-орган, отвечающий за безопасность полетов в мире В качестве приоритета назвал интеграцию беспилотных систем в несегрегированное воздушное пространство У нас был шанс еще в начале века внести вклад в решение этой проблемы Но, точка В 2003-м глава Росавиации Александр Нератько с гордостью демонстрировал журналистам Только что созданный ситуационный центр Энергичные гиды рассказывали о важном шаге на пути к безопасности полетов Отныне экипажа, попавшая в непредвиденные ситуации Могли рассчитывать на полноценную поддержку Земли Спутниковая система связи постоянно передавала данные о скорости, высоте и наличии топлива Сообщала о неполадках на борту Тут-то подключаются опытные консультанты из центра А если случилось чрезвычайное происшествие с вынужденной посадкой На помощь вылетает спасательный отряд Но не прошло и пару лет, как центр бесследно исчез из дома на Ленинградском проспекте Вместе с дорогостоящей техникой, а его руководителями занялись правоохранительные органы И вот сегодня идею, уже тогда получившую высокую оценку экспертов, приходится реанимировать Зачем? 21 марта 2007 года Катастрофа Ми-8 в республике Коми Экипаж после падения оставался жив, но помощи не дождался Люди погибли от переохлаждения 9 января 2009 год Катастрофа вертолета Ми-171 авиакомпании «Газпромавия» в Горно-Алтайском крае Погибли семеро Большая спасательная группировка обнаружила вертолет только через двое суток 19 декабря 2009 год Катастрофа вертолета Ми-171 авиакомпании «Газпромавия» у аэродрома Воркуты На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира 10 октября 2014 год Катастрофа Ми-8 авиакомпании «Газпромавия» Погибли 14 человек Только год спустя случайно обнаружили с воздуха останки погибших 26 октября 2017 год Катастрофа Ми-8 авиакомпании «Газпромавия» в Норвегии Погибли восемь человек экипаж и ученые Если бы на вертолете была спутниковая система контроля, норвежские спасатели, возможно, успели бы помочь Глава Международного агентства безопасность полетов Валерий Шелковников уверен, что внедрение спутниковых средств наблюдения и передачи данных о состоянии воздушных судов спасло бы многие жизни Но на пороге новая серьезная проблема Беспилотники – высокотехнологичная и самая динамичная сфера гражданской авиации Антенна для установки над несущим винтом вертолета Она передает данные о местонахождении воздушного судна Прошлым летом были отправлены письма министру транспорта РФ, начальнику Генштаба, руководителю Роскосмоса Минобороны хотя бы согласилась с необходимостью выработки правил, а Минтранс и Роскосмос отмолчились В планах транспортного ведомства разработка законодательных актов, правил полетов, регламентов и стандартов отнесена аж до 2027 года Но проблема-то уже сегодня стоит достаточно остро Даже если представители этих ведомств сядут за стал переговоров, вопрос не решится Говорит корреспонденту труда Юри Финг, гендиректор компании «Финг Электрик», занимающийся созданием средств контроля безопасности полетов и движения железнодорожного транспорта В его офисе воссоздана практически копия того самого ситуационного центра, так бесславно пропавшего с радаров Сам видел здесь аппаратуру отечественного производства, документы с рекомендациями за подписями авторитетных руководителей авиационных ОКП, ученых, государственных деятелей Но Юрий Михайлович сетует, заниматься масштабным производством и внедрением систем безопасности сложно Чиновники хотят получить немедленную финансовую отдачу, а это невозможно А вот с железнодорожным транспортом разработчикам систем безопасности повезло Представьте громадный экран с карты страны, где отражается система контроля за всеми находящимися в движении поездами вплоть до состояния буксовых узлов каждого вагона от Калининграда до Владивостока Браслет для бортпроводника Нажатием кнопки он передает тревожный сигнал экипажу и на землю П.С. Еще в 1999-м компания Юрия Финка оборудовала первый самолет борт тогдашнего главы МВД Владимира Рушайла Станция спутниковой связи Системы эти вызывают интересы у зарубежных специалистов Ситуационный центр посещала Джанет Наполитона, министр национальной безопасности США Затем последовали контракты С.Наша По обеспечению трансляции и передачи телеметрии с места посадки спускаемых аппаратов Системы безопасности были установлены на борта МЧС В том числе и на Ми-8 и самолет Як-42, на которых летал Сергей Шойгу Связью были оборудованы около ста самолетов Их координаты и другие палетные данные постоянно поступали на серверы в ситуационном центре Не пора ли вернуться к хорошо забытому старому? Когда верстался номер? На днях Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Обсудил с представителями Минобороны и Минтранса, Росавиации, концерна «Алмаз-Антей», НПО «Алмаз» состояния системы разведки и контроля воздушного пространства России Руководство страны и специалисты признают необходимость ее перерастания В интегрированную радиолокационную систему двойного назначения Обеспечивающую формирование единого информационного поля воздушной и, в скором времени, космической обстановки Подчеркнул глава Комитета Виктор Бондарев Все эти меры направлены на обеспечение национальной безопасности страны в пределах ее воздушного пространства Лед пронулся Редакция намерена отслеживать реализацию этих мер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok